Азербайджанское застолье Это пир, приуроченный к 24 апреля, трагедии, случившейся в Турции в 1915 году, жертвами которого стали полтора миллиона армян, около миллиона понтийских греков, а также тысячи езидов, ассирийцев и русских молокан. Звериное застолье, как полагается, падальщикам сопровождалось поеданием шашлыков и залитию всего этого алкоголем. Лично меня это не удивило, так как сам был свидетелем запаха шашлыков в Баку в декабре 1988 года во время землетрясения в Армении. Ну да, как говорится, шайтан с ними. Нелюди есть нелюди. Грустно другое, когда в эти свои звериные дела подключают детей. В то время, когда армянские родители, армянские дедушки и бабушки посвящают эти дни самоизоляции детям, читают им сказки, рассказы, играют с ними. В это время некоторые азербайджанские родители продолжают обрабатывать своих чад армяноненавистничеством. И сами же смеются над всем этим. Не обошли стороной и коронавирус, как только он попал в Азербайджан. А в Азербайджан он попал, как вы знаете, вперед Армении. Итак, разыграли с ребенком интервью, где малыш спрашивает, в какие страны коронавирус не дошел. А папа отвечает, дескать, в Армению он не дошел. Как говорит наш дед, зараза к заразе не пристает. Впрочем, нам-то чего удивляться. Мы привыкли к этому и воспитанию детей, алиевской семье в Азербайджане знаем, как никто другие. Было бы вообще сложно представить армянского ребенка, помешанного на азербайджанцах. Да вы, в принципе, на Ютьюбе, на других каналах такого не найдете. А все потому, что армянские дети детство проводят как полагается, как дети. Они становятся жертвами взрослых игрушек. А потому некто удивляется, почему армян всего 10 миллионов, а ученых, инженеров, физиков, математиков и артистов в пять раз больше, чем у 20-миллионных азербайджанцев. Или, например, герои Великой Отечественной войны. У армян их 100, а у азербайджанцев 40 с хвостиком. И то, если учесть талышей или сгин, то будет и того меньше. А все потому, что армянским детям есть чем заняться в детстве. Они не думают ни об азербайджанцах, ни о Хиросиме с Нагасаки, ни о Балжирском восстании. И плачут они совсем по другому поводу. «Почему ты плачешь?» – спрашивает мать у своего маленького сына с портретом Гейдара Алиева. Обратите внимание, что ответил малыш. «По Гейдару Алиеву. Хочу его». Знаете, мне даже сложно представить, чем и как можно напичкать психику ребенка, чтобы дошло до такого. Еще и снять это на камеру. Полизаблюдствовать, так сказать, перед властями. Мол, вот видите, мой ребенок плачет по Алиеву. Он уже с малых лет патриот. Обратите внимание на нашу семью. Кстати, ответ мамы оказался куда более плачевным, из-за чего плакать нужно уже нам, здоровым людям. Мама говорит, дарю слово. Дедушка поведет тебя к Гейдару Алиеву. Имеется в виду к его могиле. Почему не в цирк? Почему не в кукольный театр? Не в зоопарк? Мать вашу, почему к могиле-то? Я уверен, что под этим выпуском найдутся недоумки, которые станут оправдывать таких родителей, ибо сами такие. Но у меня к ним сразу вопрос наперед. А могли бы вы вместо мат-перематов в мой адрес и оправданий таких родителей показать хоть одного все-таки армянского ребенка? Аналогичное вашим. Ну, хотя бы так вот, скажем, сравнить. Вот давайте не материться, а вот сделаем что-нибудь аналогичное, но с армянской стороны. Вы же любите часто говорить, но у вас же так же. Это я вас сейчас цитирую по-русски. У вас же так же. Ну, сделайте, покажите что-нибудь подобное с армянской стороны. Да вы не найдете такого. Скажите, вам не стыдно? Вам не стыдно, что вы дошли уже до того, что детей пускаете в ход на передовую информационных войн? Вам, недоумкам, напичканным армяно-ненавистничеством, хотелось бы напомнить несколько вещей, благодаря которому вы сами родились и научились, извините меня, читать и писать. Хотелось сказать писать. Но и писать тоже, в принципе. Так вот, я вам напоминаю, был такой российский военачальник и один из авторов первой российской конституции, армянин Микаэл Тариелович Лорис Меликов. В 1879 году, когда он был генерал-губернатором по Волжье, здесь, как и на Кавказе, началась тогда эпидемия чумы, он выбил из казны 4 миллиона рублей тех царских денег для борьбы с чумой. Ему это сделать удалось, блестяще удалось, учитывая, что из 4 миллионов он израсходовал только 300 тысяч. Он не только за эти деньги в Поволжье искоренил чуму, но и взялся за Закавказье, Закавказье и Кавказ, куда с легкостью могла проникнуть эта самая чума, так как в эти годы в Дагестане, Ширвании, Курараксинской неизменности, кто бы вы думали об Италии? Верно. Масса закавказских татар-кочевников, живших в Алачигах, и могли не только подхватить чуму, но и разносить по всему региону эту самую заразу, потому что они кочевали из мест на места. Лорис Меликов создал военизированную стену для Закавказья, чтобы эти самые кочевья не переходили выше Хунзаха и современного Буйнакска. А дети закавказских татар были обеспечены всем необходимым провиантом. Иначе говоря, вы сегодня живы благодаря тому, что Лорис Меликов спас тогда ваших предков от чумы. И предки ваши были одними из самых уязвимых, так как кочевались место на место. И это не секрет. Узнайте, что такое Алачиги и кто в них жил. Ваши собратья в Иране до сих пор еще массами в них живут, в этих Алачигах. Далее продолжаю. Другой армянин, Иван Давыдович Делянов, министр народного просвещения Российской империи. С 1882 года, когда был назначен на эту высокую должность, кроме того, что он основал Харьковские и Томские университеты, а также десятки училищ и гимназий по всей Российской империи, начал с того, что открыл учебные заведения для сегодняшних предков азербайджанцев, кавказским татарам. В Баку, Щеки и Габале были открыты школы для юношей и девушек для изучения светских наук. И особое значение придавалось девочкам, которые вообще не были образованными, если они не из оседлых семей, беев. А мальчикам предлагалась альтернатива вместо медресе. С Делянова и пошло у вас образование, как таковое, той части империи, что сегодня называется Азербайджанской республикой. С Делянова как раз-таки и началось. Еще один немаловажный факт, который хотелось бы вам напомнить. Армяне всегда стояли на голову выше в регионе, и это факт. Хотите вы этого или нет. Как и грузины, в принципе. И те, и другие имели свою письменность, свою литературную и философскую традицию. И делились ею с теми, кто только начал познавать азы и грамоты. Вспомним академика Академии наук СССР Ольгу Петровну Маркову. И ее научный труд «Россия, Закавказье и международные отношения в XVIII веке», в котором она описывает вторжение османской армии в Закавказье и на защиту региона встали армяне, прикрывая собой татар, азербайджанцев. Которые являлись целью осман. Напомню, что в те годы они еще не были братушками. Турки их рассматривали в качестве примитивных тюркоязычных племен шиитского толка. Что сделали татары, они же азербайджанцы, пока армяне, русские и прочие бились с османами? Что они делали, как вы думаете? Читаем. Разбежавшиеся при турецком нашествии басурманские народы, то есть азербайджанцы-шииты, продают своих детей русским и армянам вечное или временное служение. Замечу, все, что я вам говорю, можно с легкостью найти и проверить на подлинность. И никакого армянского следа во всем этом нет. Как и, кстати говоря, отрывание каких-то фраз от общего контекста. Есть история, а у истории есть память, основанная на записях. Хотя я понимаю, что вы большие поклонники альтернативной истории, где бы армян вовсе не было. А вы бы простирались бы могучими от Багдада до Дели. Я вот подумал, может вам также отдать своих детей на воспитание армянам? Почему нет? Вырастут талантливыми людьми. Ведь тот же основатель азербайджанского литературного языка Мирзав Атали Ахундов благодарил Хачатура Абовяна за то, что он открыл в Тифлисе школу и позволил, кроме всего прочего, изучать в этой своей Абовяновской школе мусульманский язык. Он же нынче азербайджанский. Там же Ахундов и преподавал родной язык соплеменникам. Послушайте, мы живем в 21 веке. Народы все больше и больше пытаются освободиться от тоталитарных режимов, от политиков, пускающих пыль в глаза. В Закавказье это уже сделали и грузины, и армяне. Далее это сделали и украинцы, и вся восточная Европа. Я не говорю о том, лучше им стало или хуже. Я о том, что люди прозревают и не хотят быть в услужении кучки олигархов, каких-то семейных кланов. Когда уже вы в своем Азербайджане возьмете за голову и отдадите предпочтение образованию, и не позволите Алиеву зомбировать вас, а вы в свою очередь зомбировать собственных детей. Ну, пощадите уже их. Это ваши дети. Вы их зачали, вы их родили. Им дальше жить и сталкиваться с теми же армянами. Уж ничего не поделаешь, мы соседи. Вы-то сдохнете и джаган-нама уйдете. А им жить детям вашим. Вырастите их достойными людьми, а не ублюдками вроде вас. Тех, кто пользуется детскими душами в борьбе против армян. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова